...позже будут сражаться с русскими на настоящей войне, но и получить, внимание, острые ощущения, которые, цитата, завораживают, как сапфари. Ну то есть украинцы для немецких бюргеров что-то вроде африканского сферы. Трехчасовая экскурсия стоит всего 35 евро, то есть чуть больше 3000 рублей проходит с разрешения бундесфера, но всего 6 раз в год. Забронировать место прямо сейчас без шансов. На ободримое будущее раскуплено все. А предприимчивые бизнесмены из Великобритании нашли способ, как нажиться на списанные военные техники. В общем, все зарабатывают на украинцах. Вышедшие в тираж бронетранспортеры и танки ремонтируют в частных мастерских, а потом отправляют через всю Европу преми-комнат в Бахмутскую передовую. Причем иногда эта техника проходит через цепочку из нескольких поставщиков с каждым разом увеличивается в цене. Раньше такие бронемашины использовались для развлечений. На них катались зевак по выходным и праздникам, или сдавали в аренду для съемок кино. Но теперь украинские волонтеры полисотят все, что движется и отправляют на трон, осваивая многочисленные, многомиллиардные западные гранты. Дело выгодное. Под Артемовском такие образцы уничтожают пачками. Так что заказов у британских реконструкторов хоть избавляем. Вот как вам получить бронетехнику. С фермы в Англии 2000 миль насквозь через всю Европу на передовую. Слава Украине. Где жестокие битвы бушуют между Россией и Украиной. Все начинается с таких людей, как Ник. Я серьезно не понимаю, как я стал торговцем оружием. Ник Мит уже несколько десятилетий собирает на своей ферме списанную военную технику. Я думаю, что мы одна из немногих стран, которые позволяют широкой публике купить танк. Обычно его компания дает людям шанс порулить танком, а также предоставляет транспортные средства для кино и телевидения. Но после полномасштабного вторжения Путина в 2022 году на связь стали выходить украинцы, ищущие военное оборудование. И не успел выклянуться, как стал торговцем оружием. Вот кто я сейчас. Я не в восторге от этого. Эти бронетранспортеры больше не используются для развлечения. Сейчас в них отчаянно нуждаются солдаты на Украине. На данный момент, по моим оценкам, 80% нашего оборота приходится на продажу танков в Украину. Мы сделали, наверное, около 115-120 автомобилей. Это очень много. Эта модель Спартан. И она очень, очень популярна. В Украине нужны такие машины, как Спартан. Потому что они легкие, быстрые, хорошо бронированные. И, что очень важно, ВСУ уже знают, как им украинцы.